Я приветствую вас, дорогие братья, дорогая Церковь! Для нашего рассуждения, перед общей церковной молитвой, хотелось прочитать одно место из послания апостола Павла к одной из церквей. Коринфянской церкви. Знаете, читая вот это послание, когда он писал о этой церкви, знаете, он столько им пишет, столько наставлений, столько научений, как себя вести, что делать. И когда читаешь это, знаете, как будто бы как отец написал своим детям какое-то послание. Из этого хотелось бы прочитать и поговорить об этом. Прочитаем из первого послания Коринфянам, 13 глава, с самого начала, с первого стиха. Первое послание Коринфянам, 13 глава. «Если я говорю языками человеческими и английскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвол звучащий. Если имею дар праотчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, но не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое, я дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет в том никакой пользы». Вот так вот апостол Павел представил любовь. Что такое любовь? И он перечисляет и объясняет, что если человек может владеть этим, может что-то делать, что-то у него есть, он даже пишет, если человек отдаст все свое имение, раздав все свое имение, если человек свою жизнь отдаст, а любви не имеет, то это все ничто. Знаете, сколько людей, которые приходили в церковь, вообще люди, которые из мира, они вот приносили деньги, пытались этим как-то, ну, может быть, не знаю, спасение себе купить или как, приносили деньги, но это не помогает, это ничто. Апостол Павел говорит, что если человек даже раздаст все, что у него есть, все свое имение, а любви не имеет, это ничто. И это пользы не принесет. Есть люди, которые отдают свою жизнь ради какой-то идеи. И апостол Павел говорит, и человек, который это сделает, если он любви не умеет, то какая об этом польза? В этом нет никакой пользы. И дальше он объясняет и рассказывает качество любви, какая бывает любовь, что любовь делает, и что любовь не делает, какая она должна быть. и дальше 4 стиха апостол Павел пишет, что любовь, она долго терпит. Знаете, это не то долготерпение, когда мы работаем уже полдня или целый день, и мы голодные, и вот мы терпим, и долго терпим, чтобы поужинать. или когда нет воды, мы, мол, не хотим напиться, и мы терпим. И вот мы наконец-то напились. Нет, это апостол Павел говорит о долготерпении по отношению к людям, когда, может быть, нас обижают или неправильно к нам относятся, или говорят что-то о нас, и человек этот, он не мстит за себя, и он не пытается разобраться, но человек долготерпит, переносит это. Далее апостол Павел говорит, что любовь, она милосердствует. Это значение этого слова, когда, может быть, мы готовы оказать какую-то помощь, милосердие. Любовь, она такова. Она оказывает помощь нуждающимся, милосердствует, делает что-то доброе для других людей. Любовь, она не завидует. Я думаю, нам сильно не надо объяснять это слово, значение этого слова, что такое зависть. Я думаю, каждый человек испытал это в своей жизни и знает, что такое зависть. Когда окружающие нас люди, может быть, живут не так, как мы, может быть, у них жизнь сложилась не так, как у нас жизнь сложилась. И у людей есть эта зависть. Апостол Павел говорит, что зависть, что любовь, она не завидует. Знаете, есть две зависти, когда человек завидует другому человеку, потому что ну у него не так. И он хотелось бы, он хочет, чтобы у него было так же, может быть, такой же дом, или такая машина, или такая же работа. А есть другая зависть, когда человек, у человека нету этого, и он хочет, чтобы у другого человека тоже этого не было. И апостол Павел говорит, что любовь, она не завидует. Далее мы читаем, что апостол Павел говорит, любовь не превозносится. Это то состояние, когда человек считает себя лучше другого человека, и когда человек превозносится и ставит себя выше другого. может быть, или умнее, или какое-то у него достижение в жизни, и человек превозносится над другим человеком. И далее апостол Павел пишет, что любовь, она не гордится. Такой человек, имеющий любовь, эту христианскую любовь, он не должен гордиться, не должен себя ставить выше других людей. Если даже положение другое, он не должен себя ставить выше других людей, не должен превозноситься, не должен гордиться. Знаете, этот мир, он наполнен этим, когда люди, они считают себя выше других людей, когда они, может быть, имеют лучшее положение в обществе, и они считают себя выше других людей, и они превозносятся, они этим гордятся. Знаете, помню, я еще молодым был, когда школа закончилась, еще там, живя в Киргизии, я начал работать, и один был молодой парень, он говорит, мы, всегда он как-то говорил, ему это нравилось, и выражение, он говорит, мы должны собой гордиться. Вот мы, вот работая здесь, можем эту работу делать, мы должны собой гордиться. Знаете, почему-то годы прошли, а у меня это как-то в голове осталось, а Священное Писание пишет, что Бог гордым противится. И любовь, та любовь, которая должна быть в нас, как в детях Божьих, в христианах, она не должна превозноситься, она не должна гордиться, а Боста Павел об этом говорит, не бесчинствует. Это то, когда люди, это грубое нарушение порядка, это скандальное поведение, это нарушение морали. Тот человек, который любит поскандалить, любовь, она не такова. Любовь, она не ведет себя так, не ведет вызывающе, она не делает такое поведение, она не скандалит, любовь, не бесчинствует, не ищет своего. Знаете, как часто в жизни люди пытаются добиться что-то своего, своего мнения, своего понятия, вот как я понимаю, как я хочу, вот чтобы было так, как я хочу, как я понимаю. но апостол Павел пишет, что любовь, она этого не делает, она не ищет своего, но она ищет угоду, лишь бы угодить другим людям, лишь бы другим людям было хорошо. не раздражается. Как часто люди бывают, что имея какой-то конфликт с другими людьми, может быть разговор какой-то не совсем приятный, люди часто раздражаются, подымается вот это раздражение, человек раздражается, проявляется этот гнев, человек не может себя контролировать. Но мы, как христиане, как дети Божьи, и апостол Павел об этом говорит, что мы не должны раздражаться. Любовь, настоящая христианская любовь, она не раздражается. Не мысли зла. В переводе с греческого это значение слова того, когда его используют в бухгалтерии, когда что-то надо поставить на заметку, чтобы это не упустить, чтобы это не забыть. И любовь, она не мстит за себя, она не помнит этого зла, причиненного зла. Мы люди все, мы в грешной плоти живем, мы живем на грешной земле, когда вокруг столько зла, и когда люди нам причиняют какие-то боль, огорчения. но любовь, она не помнит этого зла. То зло, которое причиняют нам окружающие люди, может быть, наши близкие, наши соседи, наши друзья, братья, сестры, и любовь, она не запоминает этого зла, она не помнит этого зла. Далее, седьмой стих, все покрывает. С шестого стиха не радуются неправде, а сорадуются истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Вот эти все качества, которых апостол Павел писал римлянской церкви. Вот такая любовь. Дорогие друзья, дорогие братья, сестры, все перечисленные о первых стихах, если люди это все делают, они имеют любви, то апостол Павел говорит, то это ничто, какая-то польза. Если человек может столько в жизни всего делать, даже написано передвигать горы, а любви не имеет, это ничто, в этом нет никакой пользы. Знаете, можно сравнить, если мы с утра встали, проснулись, умылись, оделись, собрались на работу ехать, позавтракали с собой, собрали ланч, все взяли, сели в машину, а ключей нету от машины. Или у нас пустой бак, бензина нет в машине. Все, что мы приготовили, это все, какой смысл? Мы дальше двигаться не можем, мы не можем поехать на работу. Так же и подобно, если человек все может, а любви не имеет, то это ничто. И мы с вами посмотрели вот эти качества любви. Дорогой друг, дорогой брат, если у тебя не хватает этого какого качества, то поможет нам Бог, чтобы у нас это было. чтобы мы могли долго терпеть, чтобы у нас было милосердие, не завидовали, не превозносились, не гордились, не бесчинствовали, не искали своего, не раздражались, не мыслили зла, но не радовались не правде, а срадовались истине, все покрывали, всему верили, всего надеялись и все переносили. И как бы подходя к концу, подводя итог этому всему, апостол Павел говорит, что любовь, она никогда не перестает. В 8 стихе написано. Да, действительно, Бог дал такое качество каждому из нас, христианину, чтобы мы, живя в этом мире, живя в окружающем, среди окружающих людей, среди тех людей, которые не знают любви Божьей, мы показывали эту любовь. Ту любовь, которую Бог дал каждому, каждому из нас. И мы, как дети Божьи, как христиане, должны в этот мир нести эту любовь. Да благословит нас Господь в этом. Помолимся. Аминь.